Сегодня мы отправляемся в новый город и поедем мы на необычном поезде. Этот поезд идет из Пекина в Москву или из Москвы в Пекин. Но мы в Москву не поедем, а едем мы из Пекина в Эрлиянь. С нами едут два китайца. За 1300 рублей у нас купе человек. Закрой дверь, пожалуйста. Заселяемся мы в хотель. Мы не стали долго искать. Я думаю, можно найти и подешевле. Нашли за 75 юаней за ночь. Но так как мы мажоры, мы, можно сказать, выкупили весь отель. Мы здесь живем одни на четырех этажах. Такая интимная эта обстановочка здесь. Так, дверь китайская, но с электроприводом. Опа! Ну, конечно, номер хороший. Даже можно вот тут курточку повесить. Есть вешалочка. Стола аж три. Чайничек, телевизор, столик, стулья, две большие кровати. Ну, вообще, просто супер условия. Так, что у нас в санузле? Ну, раковина, унитазик, бойлер. Чисто, не воняет. Ну, и есть кондиционер. Сегодня передохнем, домонтируем серию про Китай. Ну, и будем выезжать в Морголию. Свершаем чекаут из отеля. Ну, у нас небольшой казус. Мы когда заезжали, у нас там была сладенькая водичка. Две бутылочки. И две бутылочки простой воды. Простой воды мы выпили, а сладенькая так и стояла. Мы выходили погулять, вернулись, этих бутылочек нет. Посмотрим, чем все это закончится. То есть, я у нас их просто кто-то забрал. Мы только вот эти, ладно, окей, две бутылки. Две. У нас две, сейчас. А, ты же можешь ходить, ходить. Две, да? Пока. Не гай мне четыре. Что? Четыре. Я тебе пай. Ага. Ну, мы договорились на том, что заплатим за вот эту воду, а за сладкую воду мы все равно платить не будем. Все, все, все. Все, Голь, все. Все, бай-бай. Да, ставь им эту воду, скажи, на тебе. Не, забирай. Не, все, нам не надо ничего. Дошли мы до автобусной станции. Здесь же купили билет, чтобы перебраться из Китая в Монголию. За билет мы заплатили 80 юаней за двоих. Дело все в том, что границу в Монголию нельзя перейти пешком. Только на транспорте. Можно на автобусе, можно взять какую-то монгольскую машину. Джипы в центре города часто собираются, потому что они сюда ездят, затариваются. Но такая машина будет стоить дороже, чем автобус. Машина может стоить 100 юаней человека, поэтому не ведитесь. Идите на автобус, на вас ми есть. Станция написана прям бордер, то есть переход через границу. До границы мы добрались на комфортабельном автобусе. На нем же мы и поедем дальше. Саму границу прошли за 20 минут. Такая была небольшая очередь. Проверили документы очень быстро. Прошли мы теперь и монгольскую границу, тоже минут 20. Но, правда, здесь заставили иммиграционные карточки заполнять. Мы снова в своем комфортабельном автобусе движемся в сторону города. В этом городе мы решили не задерживаться. Купили билеты на вокзале при помощи живого переводчика. Попросили дядю. И уже садимся в поезд. 200 километров, два билета на поезд нам обошлись. 360 рублей. Я не знаю, что значит общие места. Это как? У них нет, по-моему, сидячих. У них есть классикарты, купе. Не, еще есть общие. Вот как раз мы взяли в общие. Это какое-то вообще. Я не знаю, что это будет. Но там ехать немножко. 6 часов. Александр и Дарья. Александр белый. Сашкой даже. Ну что, Даш, давка. Опять поезда. В поезде какая-то вакханальна, творится все с баулами. Ну, может быть, то, что это прикраничный город. Но наши места уже атакованы. Мы смогли по этой Дарьи сесть на свои места. Дарья прямо напротив меня. Но в поезде очень жарко. Не знаю, может быть, по пути ключит кондиционер. А так просто вообще душегубка. А я люблю чьим купе и сук колес. И девчоначья взаимность в городах. На концертах от вода в боке ты рос. И мамулю мою ждущую всегда. Что хочу сказать. Монголия это не Китай. Никто не курит в тамбуре. В вагоне ходит полиция. И не работает кондиционер. Спустя 6 часов мы доехали до города Сайшанд. Время 11 часов вечера. И мы ищем место, чтобы заселиться. Нам все-таки удалось найти отель. После долгих поисков сняли мы его за 1000 рублей. Сейчас поднимаемся на пятый этаж. Именно на нем находится наша комнатка. Да, прям прокуренная такая комнатуха. Очень хорошая, кстати, комнатуха. Да, ну так вот чистенько. Прям и даже над кроватью у нас есть удлинитель, окно есть, телевизор, ремонт свеженький. Мы просто не показали, что борец был. Да. О, Даш, Даш, глянь, душевая кабина есть. Возду дают по времени. Вон написано горячая вода с 7 до 11, с 8 до 12. Холодная есть. Первая задача на сегодня – поменять оставшиеся юани на тугрики. Именно такие деньги в Монголии. Снимаем на свои первые денежки. Покажу, как называется сам бан, где мы снимали. Первое, что бросается в глаза, находясь в этом городе – очень много машин Toyota Prius. Потому что, как вы знаете, эти машины с гибридным двигателем работают и на бензине, и на электричестве. Обстановочка вокруг следующая. Напоминает такое поселок городского типа. Мало высоких зданий, но они здесь есть, вон там, вдалеке. Мы подключаем себе интернет. Называется он Unitel. Есть еще мобиком, но говорят, он хуже ловит. Тем более мы находимся в пустыне. Хотя я здесь видела вышку мобильную. Должен, наверное, хорошо работать интернет. В отеле нас обломали с Wi-Fi, поэтому в срочном порядке подключаем интернет. Хотя можно было бы отдохнуть без него, да? Ну, на всякий случай, все-таки информацию какую-то почитать. Подключаем, стоит 15 тысяч, это где-то 400 рублей, наверное, может быть, чуть меньше. 10 гигабайт на один месяц. Здесь вот висит картина с Чингисханом. Вы посмотрите, что у нее на ремне изображено. Свастика. Очень часто на улице попадается знак в виде свастики. Вот машина, смотрите, какая здесь свастичка. Возвращаемся обратно на вокзал, чтобы купить билеты в следующий город заранее. Хотели подъехать до вокзала на автобусе, но, как оказалось, автобусов в городе нет. Только такси. Тут ветерочек дует, и он достаточно хорошо обдувает. Как в солярии. Загораешь, и тебя обдувает ветерок. Привет. 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 Даша, смотри, сколько в городе людей. Люди! Ау! Говорят, что в Монголии там один человек на 100 километров. На 100 тысяч квадратных метров. Это можно отдохнуть от людей, от шума. Здесь вообще тишина стоит. Цены на заправки в Монголии. Так, вот ахуй стоит 2 600 тугриков. Вот авто и тайм без цен. Мы уже купили билеты в Ламбадор. А нам билеты обходятся в 1000 рублей за двоих. И это будет плацкарт. Отправляемся мы послезавтра. А сейчас мы зашли в кафешку вокзальную. Кстати, мы встретили ребят русских. Это они нам посоветовали сюда зайти. Ребята приехали из Москвы. И они были удивлены, что мы здесь. Они говорят, ребят, вы зачем сюда приехали? Ну, мы объяснили, что мы из Китая перебираемся. Мы теперь тут делать нечего. Это пустыня и пустыня. Ну, ладно. Мы найдем, что показать. Пробуем пельмени. Так, Дарья, давай одновременно. Вот пробуем. Давай так сделаем по-необычному. Ты пускаешь, и я пускаю. Какие же это называются? Да, да. Называются они бузы. Один стоит 800 местных денежков. Ну, вот 6 штучек больше 100 рублей выходит. Много мяса. Сразу могу отметить. Мясо по вкусу напоминает тушенку. Но они не сочные. Они, видимо, разогретые просто. Из них есть белье утек. Мясо прям реально тушенка. Уникальное приспособление. Ходить в магазины, чтобы не наклоняться в корзинку. Раз. Можно жену также ущипнуть на диване рядом, чтобы не тянуть. Опа. Теперь одеть, давай. Вообще уникальное приспособление. Такой штукой в Китай мусор собирает. Зашли в магазинчик, накупили товарчиков. Магазин прям вообще большой. И в Монголии уже радует, что много русских товаров. Субтитры делал DimaTorzok Сегодня мы хотим с Дарьей поехать в энергетический центр. Это единственная здесь достопримечательность, такая крупная, ради чего сюда приезжают туристы. Проблема в следующем. За одного человека просят 15 тысяч тугриков. В машину вмещается 4, соответственно машина просит 60 тысяч. Нас с Дарьей двое и мы хотим хотя бы страховаться на 45, но пока никто не хочет нас везти, да и такси как-то не так уж и много в городе. Вроде и все таксисты, но приходится останавливать машины. Мы ходили в местах, где есть скопления таксистов, такие как вокзалы железнодорожные и автобусные, но таксистов в то время не оказалось, когда мы туда приходили. Так что ловим машину, пытаемся договориться. Ага, а я сюда, да. Давай я сюда, а ты вперед. Я буду сидеть с мужчиной. Нет, ты давай, ты вперед садись. Не-не-не, дайте ты вперед. Да ты, а как ты будешь с мужчиной сидеть? Садись. Так, мы смогли договориться за 45, пока нас целая машина. А вы едете? Вот это самое, а вы едете. Ехали мы сюда 30 минут. Сегодня прямо с утра на улице жуткий ветер. С нами таксист, который абсолютно не говорит по-русски. Так, ну пойдемте посмотрим, собственно, место, куда мы приехали. Здравствуйте. Вы говорите по-русски. Да, я понимаю, немножко говорю. Аюша хотел вас обнять, типа, ура, вы говорите по-русски. Спасибо большое. Можно обниматься? Можно, давайте. Как я рад, что вы говорите по-русски. Спасибо. Ну, первое место, которое мы посещаем, это храм. Ну, как знаете, храмов мы посетили очень много с вами, но ради величия посетиться тут. Да, дайте мне, девчонки. На саунищик, где-то нашли. Привет. Там надо было сходить. Там надо. Да. 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 Там надо было сходить. Это называется ляблёк, конь, оведь, конь. Это коза. Когда бросаешь ее 13 раз этого, считается конь. На один, на один конь. Если бросаешь ее 13 раз, сколько там коней считаем? Коней много, это очень хорошо у вас тут. Все хорошо, удачно будет. А если коней мало, надо заботиться о ваших телах, за самочувствие, за здоровье. Надо заботиться. Что это за борода? Там мантра. Мантра внутри? Да, внутри. Очень большие мантры. Да. Сейчас мы прибыли на место, где Монхолии был основан первый театр. И вот все, что от него осталось. Вот эти... А ну вот еще бугорочник с камнями. Даже, как сказать, возвели памятник тому, что здесь был построен первый театр. Мы когда с нашей подъехали, я говорю, здесь могила монаха. У нас тут уже говорят, что все это земля. Все тут, даже тут камни, они тут живые. И поэтому и говорят, что рыть земли это грех. И овощи поэтому такие дорогие в магазине. Какая штука и какая-то болезнь у нас. Женщины сюда приезжают, они тут дают молоко и молятся, чтобы все были хорошо. Потому что так молоком пахнет. Пахнет здесь прокисшим молоком. Но рисом не чувствую, но прокисшее молоко точно чувствую. Очень-очень сильно. Очень сильно, да, пахнет. Ну нет, это неприятный запах. Это вот пшено. Да. Да, пшено. И берут молоко, да? Пшено. И обливают. Обливают. Вот что сделано, это женская грудь, чтобы вы понимали. У меня есть вот эта колка. Звук там. Где слышно вот этот звук колокола, там будет очень мирно. И все будет спокойно. Все будет хорошо. Хорошо будет здесь. Прибыли мы на основную нашу достопримечательность. Это центр энергетической силы. Вход сюда стоит пять тысяч тугриков. Это больше ста рублей. Но мы потом внизу где-нибудь вот тут вот напишем, какая реальная стоимость. А для местных стоит две тысячи тугриков. Каждый час буквально мы с Сашей плачем о том, как нам не хватает машины. Ну или хотя бы мотоцикл. Мы уже чуть ли не готовы его приобрести. Но все равно это будет тяжеловато. С рюкзаками нужно палатку покупать. Ну, в общем, если вы соберетесь в Монголию, то обязательно едьте сюда на машине. Без машины тут делать нечего. Это будет тяжеловато. Тут постоянно нужно искать такси, как куда доехать. А тут такие просторы, такая свобода. На машине просто получится огромное удовольствие. Покажи, Даш, вот нам дали буклетики, да, и покажи какие тут расстояния. Расстояние между достопримечательностями вот там 250 надо ехать. 180, 135, 120, опять 250. Ну, то есть по всей пустыне тут надо погонять. И для этого, конечно же, нужна машина. Ну или если вы достаточно обеспеченный человек, можете, конечно, здесь снять машину с водителем и он вас покатает. Ну, сколько это по времени займет? Неделю, наверное, чтобы вот так вот поездить там с ночевками, так. А вот это вот самое терпение. Не знаю зачем. Он захочет поносить телефон, да? Да, вот так вот сейчас даже делаешь, и подписчики, я делаю, в Инстаграме появятся. Не для этого, а чтобы телефон мне не приносил вреда, чтобы плохие люди на него не звонили. Когда человек родится, у него просто дыра есть на голове, да? Когда он умрет, его душа вот летит из этой дыры. Ну, а здесь нет вот этой связи вот сейчас с умом, с небесным, с Шамбалу и так. Вот это как раз, вот это за властью черепа. Уже тут много людей, но в ауре есть дыра, это в ходе дыра, а здесь уже много людей, но в ауре есть дыра, это в ходе дыра. А здесь, когда мы лежим сюда, когда войдем сюда, в Шамбалу, тогда это будет полным целиком. Вот так. Музыка. 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 А это где-то. Да. А я осколистка. Это где-то их тебя повеседельная удивили. Вот так она, цветет, Сакура. Цветит... Сакура осколистит. Ааа! Весной? Или осенью? мы зашли в одну из пещер а пахнет здесь прям какой-то как в индии до камни холодные пахнет как в индии или где-то в таиланде тоже жгут эти палочки 108 дней лама ламы называют лама должен сидеть и медитировать замуровывали здесь и через верх только подавали еду как раз на каньоны китая ты хочешь пролезешься даже смотри это еще туда кувыркнешься неудобно а вторых я тут не вылезу теперь хорошо что я правда не полез Даша вот тебе на видео говорят что ты худышка вот и правда худышка глянь можешь залезть тебе надо форточником быть студентом встретили здесь китайских туристов они здесь тоже есть китайские туристы есть везде надо прислониться что у тебя болит прислоняешься к этой стене и должно пройти мне шея болит значит ты шеей прислоняешься в этом каньоне очень много вот таких пещер мы посетили лишь малую часть которая еще так более-менее оборудована чтобы полазить дальше уже нет никаких лестниц просто идете и залазите в любую какая вам понравится не знаю правда уцелевшие там есть или нет дальше мы не ходили а как он говорит что в пещерах жили 108 дней их замуровывали там и он там сидел а еду подавали через верх а в туалет куда он ходил на чашку на чашку и там все складывал у себя или вынимали у него забирали забирали в чашкой ну тут они тут анализ сделают чашкой моч или как это кал и моча да и тут они тут как у него самочувствие как у него медитация сразу он тут анализ они если у него это было хорошо он и сидя поднимается на земле сверху даже говорит что они тут вот это камень стену у него это не будет сразу войдет и выйдет без двери через через стену пройдет через камни это фантазия уже наверно да это лучше это лучше чем это правда 20 тысяч рублей примерно средняя зарплата ну это не совсем плохо а пенсии есть здесь пенсии есть как в россии дерево это точно дерево может это камень просто оттуда ну типа он говорит что это вот тут блоки но это прям камень может это камень такой 150 миллионов до 200 миллионов лет тому назад было дерево а теперь во времени тут в течение многих долгих лет устал камнем но я тут интересовалась почему это дерево станет каменем мне сказали что под водой камень не станется дерево если под землей это угол а уголь под водой это камень становится камень это возможно вся территория была водой это ценный материал и поэтому китайцы за ними охотятся это можно сказать археологическая находка вот здесь сверху кругов нет да она могла быть такое огромное то есть это его часть он прям вот колется и это вот он дубло вот это вот а вот здесь сверху кругов нет да и вот типа лишь как так отказать типа как сучок да вот здесь ну что сказать внешне дерево но ощущение камень мы переместились в новое место очень интересное у меня всегда возникают сомнения по поводу того что на нашей земле когда-то существовали динозавры сейчас мы как раз приехали в такое место где находится вроде как я не берусь утверждать скелет динозавра воды вот они его кости я так понимаю что это позвоночник наверно можно же брать нельзя одна из часть это скорее всего на позвоночник но такие огромные кости я думаю у какого животного еще могли быть как как не у динозавра ну я думаю не то что это же не раскопки это же нам так сложили маленьких маленький динозавр а вот здесь вот уже огромный какой-то позвоночник смотрите какие масло здоровые лежат неужели правда динозавры существовать остановились мы в пустыне у юрты где живут люди которые стерегут верблюда посмотрите на юрте установлены две солнечные батареи спутниковая антенна и также дизельный генератор полные условия чтобы жить и нам разрешили зайти вовнутрь и посмотреть что находится внутри юрты кроватка небольшая полочка еще одна полочка маленький телевизор семья я вижу здесь не маленькая трое детей как минимум сейчас он тут ключ и цвет у него аккумулятор ставит да сейчас он подсоединит во все все условия чтобы жить пацаны телек смотрят так это буржуйка стоит чтобы да да отапливаться холодно как мужа под замерзли я вам еще раз все покажу то тут было темно было плохо видно ну что вот мы побывали в настоящий юрте не туристическая самый настоящий где живут как это пастухи верблюдов да вот это какашки которыми печку топят верблюжи наверное или коровьи это коровьи животных поить да так это я так понял это насос вот этот скважина пускают а где они скважины все они находятся не знаю где они уже знают где да у них там прибитые сейчас плюнет не дай бог плюнет тьфу рот рот закрытили не плюнет может хватит его уже терроризировать мне страшно все все хватит все поснимали бросай его поглади на погладить хоть большое вообще крайне недоволен происходящим это двухгорбые двухгорбые уже верблюда мы приехали на турбазу но я вызвал дождь и погода малость ухудшилась хорошо молодец холодно молодцу и сыра зайдем посмотрим что находится внутри юрты так как я вам сказал что мы сейчас находимся на турбазе вот такая юрта будет стоить полторы тысячи рублей на наши русские денежки на турики 60 тысяч турики но это такая туристическая юрта тут видите как кровати столик если хотите еще более улучшенного комфорта у них есть такие каменные юрты она как бы спаренная такая двойная коридором соединяется там уже такая мебель там приличная все это уже стоит 120 тысяч тугриков это где-то около 3000 на наши деньги а у этой юрты нет собственного туалета он есть на улице там и души и туалет про вот такие вот каменные юрты я вам рассказывал которые более модные за 120 тысяч тугриков нам все-таки удалось попасть такую модную каменную юрту так мы здесь вообще что-то прям и кровати полно раз два два дивана еще а и тут прям еще свой санузел туалет душ раковина ну это уже такая прям модно ну да здесь прям можно компании заселиться весна и осенью очень холодно на улице тогда у них тут из пола а пол тепловой пол стоит да здорово мы уже находимся на вокзале и планируем покидать этот чудесный городок но просто хочется поделиться с вами впечатлениями от этого города но я не смогу выразить их все в одном видео поэтому предлагаю вам просто несколько секунд насладиться пейзажем и музыка этого города чтобы прочувствовать атмосферу а